Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами Посейдон и мы находимся в Викклтон Крик. Будем делать обострение под названием ограбление макалестеров. Итак, начнем. На первом уровне нам понадобится украсть всего лишь двое предметов. Первое это ножик, который находится в домике бабули, которая готовит кексов. Ножик для писем, он находится в ее личной комнате. А второе это яйцо, которое похоже на яйцо ФБРЖ, и оно находится в домике, где начинается праздник. Для этого мы начинаем на вывеске Викклтон Крик, играя за садовника. Берем всего лишь один предмет, и это отмычку. Итак, начнем. Итак, как только мы начинаем, мы бежим в сторону домика бабули. И поднимаемся при помощи этой трубы на второй этаж. Заходим через окно и бежим в сторону ее комнаты. Открываем дверь при помощи отмычки. Берем здесь нож и затем в противоположную комнату через окно. спускаемся здесь перелезаем здесь и бежим вдоль забора в хижину Януса для того, чтобы перелезть через забор. где находится праздник. Заходим в дом, поднимаемся по лестнице на второй этаж и заходим вот в эту комнату. Здесь никого не должно быть, и вы можете взять яйцо. Два ближайших выхода к этому месту это либо автобусная остановка, либо мостик. Я лично побегу в сторону мостика. Следующий уровень сложности нельзя, чтобы нас заметили на любой территории каждого дома, не важно, в какой маскировке вы будете находиться. Заранее скажу, мы будем использовать все тот же вход и будем только брать отмычку. Итак, начнем. Как только мы начинаем миссию, мы все тот же самый же маршрут будем делать до кражи ножа. Заходим в окно Открываем дверь при помощи отмычки. Берем здесь нож и идем в сторону противоположной комнаты для того, чтобы выйти в окно. Спускаемся вниз и проходим через этот сад. Обходим всю дорогу через этот сад. выходим отсюда на главную дорогу и поднимаемся через эту трубу на второй этаж. Залезаем через окно и бежим красть яйцо. На втором этаже находится только один человек и это продавец кексов. Выходим через то же окно, которое мы заходили и спускаемся вниз. Бежим в сторону выхода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На последнем уровне у нас добавляется три дополнительных вещей. Во-первых, нам надо украсть бюст в домике Сиди. Во-вторых, между каждой кражей должно пройти всего лишь 90 секунд, не больше. И третье, нельзя залезать на крыльцо любого дома. В этот раз мы добавляем в нашу амунацию пистолет с глушителем для того, чтобы уничтожить определенные камеры. Итак, начнем. По сути, наш маршрут будет тот же самый же, как и на втором уровне. Поднимаемся через эту трубу, через окно. Заходим в комнату бабули при помощи отмычки. Крадем ножик и начинается отчет времени. Это, кстати, была одна из причин, почему надо делать быстро все остальные прохождения. перелезаем вот на этот сад. Обходим так, чтобы нас не заметили, через кусты. выходим на главную площадь. поднимаемся через эту трубу. Заходим на второй этаж. Крадем яйцо. У нас как раз 30 секунд осталось. Здесь я уже советую вытащить пистолет и подготовить его. Прыгаем и бежим в сторону дома Кассиди. Здесь дожидаемся, пока Кассиди и его охранник не будут смотреть на нас и поднимаемся через трубу на второй. Заходим вот в эту комнату, уничтожаем вот эту камеру. Дожидаемся, пока вот этот охранник отойдет. Он нам будет мешать. вот как раз он ушел. Уничтожаем вторую камеру. Открываем здесь сейф. Крадем бюст. Выходим сюда. Смотрим, где находится охранник на саду. Прыгаем вниз и через забор перелезаем в сторону выхода. Это было ограбление Макайстера. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и я не прощаюсь. . Спасибо. 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 Продолжение следует...